Буквально недавно умер Чарльз Мэнсон, а в Нижнем Новгороде эвакуировали торговые центры. Что ж, давайте разберемся в этих нестандартных новостях. Свет, камера, мотор! Доброго времени суток, меня зовут Данила Рыжкин. Да, я забыл представиться, поэтому делаю это сейчас, после заставочки. Но давайте перейдем к новостям. Первая новость у нас на повестке дня была, что умер Чарльз Мэнсон. Для тех, кто не в курсе, или кто слишком молод, Чарльз Мэнсон был серийным убийцей. Возможно, самый популярный серийный убийца 20 века. Он совершил своей группировкой семьи 9 убийств, был в 1969 году приговорен к смертной казни, но потом данный приговор был изменен на 9 пожизненных. И, возможно, любители цифр, символизма скажут, ооо, это же 9-9-9. И перевернем, получим число дьявола. Нет, господа, даже если так, то число дьявола это не 666, а 616. Поизучайте Библию, поизучайте гемонологию. Вообще, поучитесь. Нация как-то деградирует. Ну, не суть. Дело в том, что умер Чарльз Мэнсон, и мне обидно. Обидно, что нету диссонанса. Потому что прошло уже почти 24 часа относительно его смерти, а в интернете нет ни одного видео. Ни одного видео блогеров на эту тему. А когда умер Лил Пип, какой-то там русский рэпер, все блогеры, ну не все, но большинство стали делать об этом видео. И я не понимаю. Лил Пип, он что-то принес вообще в культуру? Я о нем узнал только вот позавчера. И для меня это просто чувак с татуировками на лице. А Чарльз Мэнсон, ну это целая культура. Потому что, как минимум, Мэрли Мэнсон взял псевдоним его фамилии. Плюс по нему было сделано куча документальных фильмов. Его изучали. Это была культовая фигура. Да, с негативной окраской, но это был культ. Это была культура, это была эпоха. И вот она ушла. И о ней никто не говорит. А про Лил Пипа говорим. Что за несправедливость? В общем, минуту молчания отдаю Чарльзу Мэнсона. Но не в этом видео, а то будет слишком скучно. Ну и вторая новость, то что были эвакуированы торговые центры в городе Нижний Новгород. И я возмущен, потому что это было в субботу. И я поехал покупать туфли, потратился на такси. Приехал, а торговый центр эвакуирован. И меня не предупредили, не скинули смс, вайбер не написали, вконтакте мне пост не сделали. Какого черта? Не, я конечно понимаю, протоколы, все такое, силовики работают. Но блин, я потратил деньги и время и не купил туфли. Пришлось ждать до воскресенья. Очень неудобно. Но меня больше всего в этом бесит другой момент. Просто, если предположим, это действительно были какие-то террористы. Предположим. Они что, настолько тупые стали? Ведь, если верить информации некоторых СМИ, кто-то позвонил и сказал, что в торговых центрах есть бомба. И поэтому торговые центры начали закрываться. Да и какой идиот будет звонить и говорить, что есть бомба? Все террористы работают по-другому. Если они хотят что-то взрывать, они не предупреждают. Они взрывают. Поэтому либо там сидит полнейший имбецил, либо моя параноидальная голова рождает следующую идею. Что помните, как было в конце 90-х? Вряд ли вы слишком молодые. Взрывались дома в Москве. Потом нашли террористов. И победила правящая нынешняя партия. Ну, точнее, лидер их партии. Потому что вот мы работаем, и мы такие молодцы, и поэтому он побеждает. Может быть, это происходит и сейчас, только чуть полайтовее. Без жертв просто что-то там происходит. Тем более, с 10 сентября продолжается по всей стране. Происходят якобы террористические акты, которые мы успеваем предотвратить. Поэтому мы хорошо работаем, поэтому выбирайте нас. Может быть, опять же, это мое оценочное, субъективное мнение. Я ни к чему не призываю. Я ни на что не намекаю. Я просто рассуждаю, сидя в майке без рукавов и в шляпе, куря у себя дома. Вот и все. Но вывод, который наклевывается у меня в этом видео, он вам будет полезен. Террористы всегда добиваются страха. И нам нужно не бояться этого. А даже если мы боимся, то не показывать. В противном случае, они победили. И это распространяется не только относительно террористических актов. На все. На экзаменах, на приеме на работу, на прошении о повышении, на заключении сделок. Не нужно бояться. Или если вы боитесь, то не нужно этого показывать. А то из вас можно будет слепить любой член и засунуть себе в жопу. А я не думаю, что вы хотите быть членом в жопе. Максимум просто трахаться в жопу. Но не членом в жопе. Это не особо удобно. Поэтому, дорогие мои зрители, уясните этот момент. Не нужно бояться. Да, прописная истина, но их нужно повторять. Потому что за свою жизнь я анализирую кучу народа. И понимаю, что вроде бы они знают эти истины. Но не используют их в жизни. Потому что почему-то про них забывают. И поэтому уже нужно о них говорить. На этом все. Подписывайтесь на этот ламповый канал. Потому что как минимум здесь есть лампа. Ну и такой замечательный бородач, который ведет такие пьяные выпуски, будучи абсолютно трезвым. Ну и не будьте нормальными. Потому что нормальность в нынешней парадигме общества... Общества... Бррр... Нынешней парадигме общества... Я запалил целый дубль, но не буду переписывать. Слишком гнилая. Будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дислайк.